Украине долго объясняли, почему это невозможно, долго убеждали, что это не нужно. Но все поменялось 25 января 2023 года, когда США официально объявили, что отправляют в Украину свои основные боевые танки. Есть очень мощный шаг Соединенных Штатов. Так начинается день по американскому времени. Украина получит абрамсы. Благодарю за это решение. По количеству поставок США смогли обогнать всех сегодняшних партнеров Украины. Ведь уже заявлено о передаче нескольких десятков этих танков. При этом президент Байден озвучил минимальную задачу – количество это вскоре удвоить. Сегодня я заявляю, что Соединенные Штаты передают Украине 31 танк «Абрамс». По украинским стандартам это целый батальон. Секретарь Остин рекомендовал пойти на этот шаг для того, чтобы улучшить способность Украины защищать свою территорию. Танк «Абрамс» – один из самых лучших танков в мире, но он достаточно требовательный. Поэтому мы предоставляем еще и запчасти, чтобы эти танки поддерживались в рабочем состоянии. Его главными преимуществами эксперты называют защиту экипажа, убойную мощь и уникальную систему управления. Здесь нет ощущения, что тебя буквально зажало рычагами и металлическими конструкциями со всех сторон, как в советской технике. Ведь практически вся работа ведется нажатием на сенсорные экраны и джойстики. Эти танки имеют цифровое управление. Это цифровое наведение, цифровая связь. Это получение информации о целях. Защита «Абрамса», а именно полный состав его брони, держится в секрете уже более 40 лет. Относительно ее практичности можно судить по операции в США «Буря в пустыне». В прямых танковых поединках с иракскими Т-72, на которых сегодня в основном воюет РФ, ни один «Абрамс» не был уничтожен. Лобовую броню американского танка он был не способен пробить физически. Более того, Т-72 часто даже не мог выйти на прицельную дальность огня. Из-за того, что «Абрамсы» уничтожали неприятеля с дистанции в более чем 2,5 километра. Многие российские эксперты посмеиваются над «Абрамс» из-за сохраненной там ручной системы подачи боеприпасов. Мол, в нашей технике снаряд заряжается автоматически. Однако сделано это с простой целью, неведомой русскому военному, сохранить жизнь экипажу. Ведь при попадании в Т-72 или даже новейший Т-90, внутри танка происходит детонация боекомплекта, которая буквально отрывает башню, как всем присутствующим, так зачастую и самому танку. Американские «Абрамсы», они не имеют автоматозаряжания, боекомплект находится вне башни. Таким образом, вероятность того, что кумулятивным зарядом противотанковым средством этот танк будет поражен и разнесется вдребезь, практически равна нулю. Это касается и «Леопардов», и «Абрамсов», и «Леклерка». То есть никто в мире так не делает, как делалось в советском Союзе, как делается в России. Что же касается убойной силы «Абрамс», тут ему тоже практически нет равных. 120-мм пушка и боекомплект около полусотни снарядов почти не оставляют противнику шансов. Также установлен крупнокалиберный пулемет на 900 патронов и спаренный пулемет на 10,5 тысяч патронов. По опыту Второй войны в Ираке на танк также начали устанавливать специальный боевой модуль для городских боев, добавили пулеметный модуль с дистанционным управлением и дополнительно защитили технику от огня из засад. Двигатель в полторы тысячи лошадиных сил, разгоняя «Абрамс» практически до 70 км в час. А два дымовых гранатомета способны скрыть танк от тепловизоров и визуального наблюдения. При этом важнейшим преимуществом танка является возможность совместной работы со всей западной техникой, которую Украине передают партнеры из других стран. Это все системы полностью интегрированные на сегодняшний день, потому что это все системы вооружения НАТО, взаимозаменяемыми боеприпасами и абсолютно интегрированные между собой в одну боевую систему. Защита и управление танком постоянно модернизируется. К примеру, новейшие версии имеют обновленное оборудование связи и программное обеспечение, автоматизированную систему управления войсками, а также активную защиту «Трофий», способную уничтожать вражеские снаряды на подлете. В какой именно комплектации танки получат ВСУ, пока остается секретом. Но ведь это и не главное. И главное в этом вопросе – это начало. То есть начало, когда идет первая партия Абрамсова, дальше будут, когда начнет меняться логистика, дальше, когда пойдут снаряды, то будет выгоднее использовать именно новейшие техники, когда будет интегрировано в общую систему управления боем, когда танки между собой общаются по цифровым каналам, когда управление боем идет по совершенно другим законам, то количество танков будет увеличиться, и будет действительно несколько сотен. Это будет достаточно для защиты территории Украины. Что же касается подготовки военных для этой техники, то по заявлению Белого дома она начнется уже в считанные недели. Хотя, зная, что Вашингтон и Киев не любят хвалиться наперед, вполне можно предположить, что экипажи для Абрамсов готовы. Да и сами танки, если не в Украине, то уже в пути. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...